и снова здравствуйте всем привет вот такая обезьяна получилась кому интересно эта тема ссылка в описании на канал макса петрика можете пообщаться все вам там расскажут как чего что это за проект задавайте вопросы ну а я в этом ролике вот пытаюсь сделать именно анимации вот для этого персонажа и вот привязку сделал вот это вот рига но тут вопрос в чем смотрите тут вот у меня получается что я отделил части и вот у меня вот этот шар видите что он выходит мне пришлось так я сейчас здесь уменьшу мне пришлось значит уменьшить вот эту деталь почему потому что когда сгибается нога она прям заходит именно вот в эту часть вот в эту это не есть интересно ее возможно вот эту часть можно как-то подтянуть кверху а эту чуть-чуть натянуть книзу этот металл и тогда она будет перекрывать вот эту часть опять в чем вопрос что здесь продуман ну как не сделан паз вот здесь вот мне не сделан паз было хорошо если бы здесь была выемка под сгиб этого шарнира тогда бы это было все вроде бы нормально еще какая штука смотрите вот куда я поставил кость и где привязан опять шар нужно вот эту косточку сейчас подтянуть к этому шару и посмотреть как будет длинуться значит это нога еще один какой вариант смотрите вот эту косточку вот эту косточку я низком поставил идет нужно завести чуть-чуть в этот механизм тогда наверно нога будет хорошо сгибаться рукой никаких проблем не произошло здесь даже вот получается где вот стоит кость на фарнире все нормально сгибается и словом сейчас я вам покажу как устроен рик вот этого персонажа так вот такая анимация вот здесь он хорошо вроде бьет но на рендере на рендере возможно в игрушке все это дело заиграет как-то здесь вот удары хорошо видны а на рендере как-то это все дело просто наверно медленно я сделал нужно все это дело ускорить но это буду экспериментировать опять так погнали смотреть рик так устроен так опыт какой у меня обезьяна 3 вот она так давайте переделаем немножко рик что сначала нужно сделать нужно выбрать персонажа значит так применить кости потом выбрать вот эту ногу я ее тоже вместе с телом привязывал тоже применяем как эти пока трогать не будем я надеюсь что они как не поведутся так как здесь что привязка отсутствует отдельные детали смотрите кувалда с сарниром отдельно отдельно идет запястье отдельно плечевой пояс отдельно шлем потом отдельно вот эта вот деталь вот она для чего я думал когда будет сгинаться нога если будет и ломка то эту деталь можно будет крутить перекрывать вот эти все негативы так погнали менять значит рик единицы на тампаде заходим так удаляем это все высота да эта часть высоко так это тоже не есть хорошо я думаю удалять не буду никто давайте просто попробуем подтянуть вот эту косточку значит к шарниру эту кость я тогда немного еще отведу так стройка на нампаде получается значит выбираем вот эти все косточки поднимаем поднимаем их прям вверх так зацепил я управляющую кость соседней ноги это не проблема так и получается что получается что вот эти кости нам тоже нужно будет уменьшить я сейчас зайду в обжиг мод так тут как то все приподнялось так это значит не проблема G опустим пониже эту часть тоже опустим пониже подравняем ну и эту часть вот сюда как то так теперь с ногой что будем делать она опустилась ниже я ее подниму повыше даже нет я ее опущу пониже эту часть я опущу еще пониже сделаю ей S да придется ее сделать S так как то вот так ее пристаропить чтоб потом можно было поправить так что еще стройка на нампаде нога стоит на низу так вот эту часть ну надеюсь автор не обидится я сейчас зайду в скульп мод и поэкспериментирую именно вытягиванием как я это хотелось это значит эту часть я вытяну как бы вот сюда вот так и когда будет значит перекрываться вот это вот эта ну вот эта запчасть где вот эта колена я надеюсь она перекроет вот эту вот эту часть так потом я хочу вот эту часть тоже немножко как бы вывести это не суть вопроса это как бы эксперимент да а вот эти части я хочу немножко задрать к верху конечно идет у меня ломка надеюсь серьезных последствий не будет строго не судите это эксперимент так теперь единица на ломпаде вроде все стало прикольно вот эту часть еще можно сюда вывести вперед решетку все эта решетка значит она как бы вверх уходит здесь она должна поменьше быть намного просто будет изгиб и она лучше пусть заходит поближе к механизму как-то так так чтобы не цепляло а здесь чтобы перекрывало так погнали теперь обжиг мод единица на ломпаде и опять заходим значит в этот мод выбираем кости так кройка на ломпаде так что у нас с карниром карнир значит еще поближе ставим тогда тазовую кость можно еще больше увести вот у ноги нет вот этого угла в принципе угол сейчас попробую еще сделать так R перекрутка G так как-то вот так да вот нога шарнир ушел в бок вот шарнир тогда я вытяну поближе в эту часть а вот эту часть вытяну сюда так вот может ее еще побольше сделать как-то вот так вот нога будет изгибаться я не знаю будет она докасаться до нее нет в процессе потом еще подрегулируем так что еще можно тут придумать вниз вроде бы состыковался я чуть-чуть еще подкорректирую так и чуть-чуть вот так вот теперь нога получила свой изгиб теперь возможно ctrl-z выйдет мод вот это дело возможно теперь можно будет вот вывести на шар потом получается здесь будет сгиб вот этой ноги вот этой здесь вроде позволяет размер я наверное все-таки это дело опущу пониже можно было привязать к одной косточке вот этой ногу да и вертеть но тогда нужно делать вот это все делаем полностью склейку вот этих всех деталей и запекать где-то так если это дело представляю возможно ошибаюсь попробуем попробуем в таком варианте так руку все нормально кстати тут с рукой тоже немножко идут разрывы ну разрывы я думаю вот вопрос еще анрил принимает тут именно шипкеи вот эти если их запечь то тогда шипкеями можно все дело тут подправить вопрос так так нога установлена решетка стоит ну погнали экспериментировать область мод привязка смотрите как идет выбираю сначала ногу почему ногу убираю потому что здесь вот есть дополнительные кости так вот эти дополнительные кости я наверное все таки подстрахуюсь и опущу пониже вот сюда вот до этих частей потом так вот эта часть она должна ходить так вот уже вот этот механизм будет как бы скрываться и нога вы видите что оторвалась значит я ее смогу уже подправить так теперь G на сустав выводим раз он так себя повел да так еще немножко на сустав на эту тумбу потом можно тут подрегулировать привязать так все заходим в object mode выбираем ногу выбираем тело выбираем кости и делаем ctrl p сочетание клавицы увы автоматик выйдет о довязалась вроде надеюсь ничего не поломается так теперь нужно заново привязать вот эту часть значит я переведу на геометрию привязку R перекрутка G подъем где-то вот так наверно так ну чтобы вот эта часть тоже пониже и вот эту часть object set origin geometry чуть-чуть перекручу вот так вот так теперь стройка на нампаде R опять же set origin geometry перекруточку вот этой запчасти G чуть-чуть ее вывести ну тут запас есть все теперь давайте все это дело привяжем так так вот эту запчасть R все выровнять значит по ноге по кости и что-то в этом духе выбираем запчасть выбираем кости через левую кнопку мыши заходим пост выбираем кость делаем ctrl p она опустилась не беда не суть вопроса сейчас поднимем дальше обжиг обжиг попробуем значит приподнять обжиг нот почему потому что поднимется она только тут вот вот так вот я выбираем теперь вот этот сустав выбираем кости в нем вот вот выбираем другую косточку в нем ctrl p boom вопроса она опустилась вот я их не отвязывал они уже были привязаны это получается она перевязывается так стройка на нампаде вот далеко мы ее так и немножко сверху так ну а эта часть ну-ка выбираем сейчас посмотрим что вообще отвязано если я выбираю управляющую кость вот видите попал теперь локоть но теперь в чем проблема что так вот эту часть нужно тоже поправлять как-то выравнивать контрол з контрол з значит это в обзор заходим и пробуем значит р перекрутку подводим подводим так вот здесь вот так здесь она попадает вот так вот надо подводим и тогда вот такое сделаем вот эту часть костей она и так привязана поэтому я думаю проблем с ней не должно таких катастрофических было главное чтоб нога теперь нормально видны были вот эти все шарниры ну все вроде как все заходим теперь убираем кости смотрим пост мод управляющая кость у меня теперь вот выше это значит все вот нога работает даже есть стык как бы фиксатор пусть будет вот нормально упор нога перекручивается вот вы видите что нога работает так ну а эту косточку трогать не рекомендую потому что вот все тут открывается она держит просто вот этот весь так сказать весами назначила и все попривязала чтоб не распадалась так ну такой вопрос значит ногой вроде разобрался это значит решено ну по этой детали по этой детали это не суть вопроса можно которая была ну в смысле назад другую сюда закинуть на другом риге я потом ее просто трогать не буду ну просто в чем да что получается когда нога поднимается вы видите что здесь вот она перестает трогать вот эту часть уходит в бок она тоже не касается она вроде как предохранитель да и эта часть она вот вот эту часть можно было бы не трогать конечно так а ну ка если же еще выше ну да вот переднюю переднюю все равно пришлось бы трогать потому что видите она бы еще больше заходила значит вот вот запчасть ну нога смотрится хорошо посмотрим как она виляет я так не буду делать при анимации буду делать чисто ну такие откиды ровные вот как то так если делать чтобы нога откидывалась в бок то желательно конечно чтобы здесь была какая-то значит арматура душка которую можно было тогда крутить какой-то механизм или спрятать этот механизм внутрь но тогда сделать какие-то выемки пазы чтобы как бы не стать вопроса конечно нога сделана хорошо так все симпатично так как работает рука у меня давайте посмотрим на руку стоит отдельная кость вот можно еще подлиннее сток вытянуть чуть-чуть и он будет вылетать залетать так здесь значит упор вот крутится она видите не крутится можно копиротейшн поставить я не стал потому что она и так адекватно себя ведет единственный минус в чем что вот когда я ее поднимаю у меня отклеивается сейчас вот у меня появляется вот это мясо с одной стороны это вообще классно это симпатюшно да как будто получается когда я буду поднимать значит руку вверх у меня кое-где вот мясо проявляется потому что опять же это не единый меш значит вот эта вот косточка которую я добавил вот это она вроде как должна все это дело связывать но получается так control z так симпатично смотрится вот мясо и все если просто ключицы подсобачить а вот эту руку вывести значит сюда но она еще больше будет распадаться я думаю так ну с этим тоже не суть вопрос это можно все это дело поднатянуть даже симпатично будет у меня поступать так рот настроен stretch 2 по прошлым роликам глаза привязаны к костей значит головы и каска каска привязана к отдельной косточке вот так что все рик готов рот открывается можно даже ноздрями шевелить зубы привязаны по прошлым роликом на отдельные косточки растяжение есть можно вытягивать уменьшить уменьшить это все делу так и давайте я покажу наверное так что у меня тут стройка на нампаде R вот вот у меня язык я его не стал привязывать значит на так сказать так control z не стал я язык привязывать именно к косточке потому что можно его потом по-другому заанимировать его и видно не будет в принципе во рту то виден большой такой роли не играет единственное что я сделаю я его немножко побольше растяну чтобы он больше места во рту занимает глаза вообще бомбовски выглядят вообще раскрашен сделан текстуру вообще четко я так не умею в принципе вот эта ржавчина видите прикольная ее можно конечно в блендер сделать но так вот не пробовал скоро вот так вот теперь вы же есть значит персонаж с ригом вот так вот вот скривил вроде бы не так все страшно автору который делал извиняй вот такая у меня попытка была так еще вот она косточка сейчас я вам ее тоже покажу это значит посмотр и вот эта кость отвечает вот за эту вот накладку для чего я ее сделал чтобы если будет допустим нога заворачиваться я смогу ее регулировать вот выводить в бок допустим создавать ей какую-то тут дверуху там вверх вниз ну я думаю будет прикольно ну а теперь нужны именно покадровки вот этой драки я с булавой пока не нашел как там анимации все установлено все работает ну а рендер какой получился вот в конце ролика все всем пока до свидания ссылка на канал где делается вот игра это макс петрик зайдите если кому интересно узнаете пообщайтесь все всем пока до свидания как не то что на с то что я а Продолжение следует...